Итак, после запуска Dreamweaver вы увидите перед собой примерно такую картину И первое, на что здесь стоит обратить внимание, это компоновка панелей программы Она формируется за счет типа среды, который стоит вот в этом блоке Сейчас у нас стоит дизайнер И здесь задумка в том, что данной средой разработки могут пользоваться люди разных профессий И вот здесь они как бы перечислены, разработчик, дизайнер, кодировщик и так далее Если мы будем переключаться, то одна и та же программа будет представать перед нами в разной форме То есть будут доступны разные инструменты, точнее доступны даже открытые на данный момент Потому что при желании их все равно до всех можно достучаться Но вот именно компоновка будет меняться Для кодировщика уже он свои панели открывает, для дизайнера свои И я, например, привык работать в классической компоновке Поэтому я поставлю классический вариант, что и вам советую сделать Следующий момент это функция управления веб-сайтами Здесь это важная функция, которая располагается вот на этой ссылке управления веб-сайтами Как вы знаете, сайт это по сути совокупность нескольких файлов Это HTML файлы, CSS, JavaScript, PHP файлы, возможно В общем, это ряд файлов, которые обычно лежат в одной папке И как-то между собой взаимодействуют Они связаны между собой ссылками и другими возможностями И было бы удобно, когда у нас все эти файлы конкретного сайта Были бы здесь под рукой, вот в этой панели И мы могли бы их отсюда открывать, создавать новые документы Сохранять внутрь этого сайта и так далее И такая возможность в Dreamweaver есть И вы можете определить для себя хоть сколько сайтов Если у вас есть 10 сайтов, вы можете их все 10 объединить Точнее не объединить, а добавить сюда в программу И вот так переключаться между ними И включая нужный сайт, вы будете видеть его элементы Но сейчас предположим, что у вас еще сайта нет И мы создадим для него пока что пустую папку на нашем компьютере И определим эту папку как сайт И затем начнем наполнять ее первыми HTML файлами Поэтому переходите в управление веб-сайтами Нажимаете создать И указываете, во-первых, имя вашего веб-сайта В рамках данного курса мы будем создавать продающую страницу Поэтому я назову именно так Если вы будете что-то другое создавать, то называйте по-своему И здесь нужно указать папку, в которой будут храниться все файлы данного сайта Я буду создавать на диске N Вы, естественно, можете в любом другом месте создавать Главное, укажите путь в папке MySites И вот у меня будет папка Minisite.dw Выбрать Путь прописался, название прописалось, сохранить Вот у меня появился первый сайт Нажимаю «Готово» И вот он у меня здесь сразу открылся Пока в нем нет ни одного файла И как завершение данного урока Давайте создадим первую HTML-страницу Для этого в меню быстрого запуска можно щелкнуть на создание HTML-страницы Изначально в настройках прописано, что страница создается с доктайпом XHTML 1.0 Но в последнем уроке я вам покажу, как можно изменить данный момент И она, допустим, может создаваться сразу с доктайпом вида HTML5, например Просто доктайп HTML Но этим пока заморачивать голову себе не будем Просто создаем эту HTML-страницу Сохраняем ее под именем, например, index.html Комбинацией клавиши Ctrl-S И на этом я здесь останавливаюсь А в следующем уроке мы уже начнем непосредственно что-то кодировать Создавать эту самую продающую страницу Продолжение следует... Продолжение следует...